итак всем привет диктер каздар надеюсь что все хорошо мы продолжаем очередной нашу то есть мы продолжаем проходить тему животные мы до этого проходили три урок у нас было по животным без позвоночным теперь же у нас животные позвоночные одну минуту вообще напоминаю что мы идем у нас курс состоит из уроков по учебнику кэмпл биологи наш на нашем канале эдлайт биологи вы можете видеть вы можете найти очень легко уроки по предыдущим темам которые до этого были сейчас же мы переходим к животным позвоночным предыдущем уроке мы прошли большую часть этого это этой темы то есть мы прошли общие характеристики мы посмотрели различные группы hoardовые без позвоночных потом посмотрели бич vu местные позвоночных хрящевые рыбы костные рыбы и земноводные то есть все это мы проходили на прошлом уроке если вы не смотрели прошлый урок то посмотрите его то есть это будет лучше если вы посмотрите сначала предыдущий урок первая первую часть этой темы, чем то, что если вы сейчас перейдете сразу к этой части. Ну, если, в принципе, вы все-таки все равно хотите посмотреть этот урок, ничего страшного, я думаю, проблем сильно не будет. Итак, в прошлый раз мы остановились вот на этом разделе «Присмыкающиеся». Присмыкающиеся рептилии – это синонимы, это одно и то же, но перед тем, как пройти «Присмыкающиеся», мы должны посмотреть вот эту очень важную группу «Присмыкающиеся рептилии» и все животные, которые будем проходить после этого, они все относятся к такой неофициальному такому таксону, который называется амниоты. Что такое амниоты, сейчас мы узнаем. Вот если мы возьмем позвоночных животных, всех рептилий, птиц, млекопитающие – это амниоты, а все остальные, ну, все остальные – это значит земноводные, костные рыбы, хрящевые рыбы и вот эти вот миноги-миксины, они являются анамнии. В чем разница между этими группами? Разница в том, вот в этом слове, амнион. Амнион, как мы сейчас, чуть попозже узнаем, это оболочка, которая окружает зародыш. Если амнион есть, тогда это животное называется амниот, то есть группа животных называется амниоты. Если амниона нет, тогда эта группа животных называется анамнии. Ну, если рассмотреть, здесь видите, ан – это отрицательная частица, то есть отрицание, приставка, и амнии – это сокращенно от амнион, то есть те, у которых нет амниона, называются анамнии – земноводные рыбы. В чем же конкретно преимущество, в чем говорит сущность, суть вот этого амниот, амниона? Дело в том, что амниоты имеют так называемое амниотическое яйцо, то есть зародыш развивается внутри амниотического яйца, в котором есть четыре внезародышевые оболочки. Они называются внезародышевыми, потому что эти оболочки, они не входят в состав тела эмбриона, но они развиваются из ткани эмбриона. То есть, когда зигота, то есть, как вы знаете, зигота – это первая клетка любого живого организма, ну, животного, который образуется путем слияния сперматозоидов яйцеклетки, вот когда зигота начинает дробиться и делиться, какая-то часть клеток превращается в вот эти четыре внезародышевые оболочки – амнион, хорион, алантоис, желточный мешок. А другая группа клеток, они формируют непосредственно сам зародыш, из которого вот сам организм и разовьется. Поскольку в дальнейшем участие во взрослую жизнь вот эти оболочки влиять никак не будут, их называют внезародышевыми, тем образом показывая, что у них как бы предназначение только временное, ну, то есть, очень важное, конечно, но временное, они только в начале существуют, а потом они не нужны. Внутри амниона есть водный раствор, в котором плавает зародыш. Это очень важно по двум причинам. Во-первых, получается, зародыш оказывается в таком, как бы, в безопасном растворе, то есть, если будут какие-то падения, какие-то там тряски или, не знаю, там движения, то эмбрион, на эмбрионе это сильно сказываться не будет, потому что вода, она будет действовать как подушка безопасности, она будет принимать вот эти вот удары на себя и если вот там, то есть, эмбрион будет внутри воде и он так сильно, в принципе, биться об стенку не будет или об что-то еще. С другой стороны, почему это важно, потому что амнион и находящийся в нем раствор позволят вот этим животным размножаться на суше. То есть, как вы помните, у всех предыдущих, вот у анамний, у них первые этапы развития организма обязательно проходят в воде, то есть, у них зародыш развивается в воде, ну, если мы говорим об акулах, конечно, тоже внутри матери, но все равно это водный раствор и те же организмы, которые вышли на сушу, рептилии, птицы, млекопитающие, у них эмбрион тоже должен находиться первые этапы в воде, просто по-другому невозможно, чтобы получать питательные вещества, чтобы нормальное развитие шло в воздушной среде или тем более еще в твердой среде, он, естественно, не может развиваться, вокруг него обязательно должен быть раствор. Но как быть, если ты находишься где-то там внутри континента и рядом нет ни реки, ни пруда, ни болота, ни озера, ни море, тогда вот у них вокруг эмбриона образуется амнион, внутри которого водный раствор и получается эмбрион, он как будто бы находится в воде, понимаете, такой как бы искусственный водный водоем для зародыша и таким образом первые этапы развития зародыш все равно проводят в водном растворе. Это позволило этим животным амниотам распространиться далеко по всей поверхности суши, потому что вот если мы сравним их с земноводными амфибиями, амфибии живут только либо рядом с водоемами, либо в очень влажных местах, то есть там, где всегда есть вода. А амниоты, они могут жить в очень засушливых местах, где воды очень мало или практически нет. У некоторых амниот яйца покрыты оболочкой. Оболочка может быть твердая, как у птиц, например, из скорлупы, а может быть такая кожистая, мягкая, как у змей или ящериц. Вот давайте рассмотрим внимательно амниотическое яйцо на примере куриного яйца. Здесь самая наружная оболочка – это хорион. Хорион, он, во-первых, обеспечивает газообмен, через него проходят газы, то есть кислород, понятно, внутрь, углекислый газ снаружи. Также он обеспечивает, ну это есть как бы такой ограничитель, это барьер самый первый. Потом внутри мы видим алантоис, видите алантоис. Алантоис, он, с одной стороны, также обеспечивает газообмен, с другой стороны, в нем откладываются продукты метаболизма, то есть отходы, ненужные вещества, которые уже переработались, они откладываются все здесь в алантоисе, ну поскольку эмбрион нет, кровеносной системы и выделительной системы, то есть он не может их, вот эти продукты обмена, сразу вкидывать наружу, поэтому они временно складываются здесь. Есть также желточный мешок, в котором, ну по названию понятно, находятся питательные вещества, то есть запас питательных веществ для эмбриона, ну и вот здесь вот самый внутренний получается, вот непосредственно рядом с эмбрионом мы видим амнион, тот самый знаменитый амнион и внутри нем жидкость, которая окружает зародыш. И таким образом зародыш оказывается в, зародыш оказывается вот в, как бы плавает в воде. Теперь, еще следующие характеристики амниот, у амниот есть грудная клетка, то есть в отличие от амфибий, которую они используют для вентиляции легких. То есть грудная клетка это ребра, у амфибий ребер нету, ребра, которые между этими ребрами могут находиться мышцы, скорее всего есть, и сокращаясь, они расширяют или сужают грудную клетку, таким образом засасывая воздух, то есть воздух внутрь заходит, когда грудная клетка расширяется, и когда она сужается, он выходит. Благодаря этому дыхание стало более эффективным, в отличие от амфибий, амфибия не так делали, они наполняли ротовое отверстие, то есть ротовую полость воздухом, потом закрывали плотно рот, и объем ротовой полости сокращались, так вот они, щеки раздувались, потом они сокращались, и воздух, который они набрали до этого в ротовую полость, он не может выйти наружу, потому что рот закрыт, они, получается, от воздуха заталкивали в легкие себе. Такой способ, конечно, неэффективный, он требует сам по себе, требует энергии, и так само по себе так очень тяжело дышать, но тем не менее у амниот есть... есть вот такая грудная клетка, и они таким образом просто расширяя грудную клетку, воздух сам по себе внутрь заходит. Это намного эффективнее, во-первых, для того, чтобы воздух проникал внутрь, и, соответственно, для газообмена, а во-вторых, это требует, конечно, чуть меньше энергии. И поскольку у них дыхание стало более эффективное, амниотом у них появилось преимущество не зависеть от кожного дыхания. Вот я не помню, вам говорил или не говорил, но амфибии, земноводные лягушки, они, помимо того, что, ну, если мы говорим, взрослые особи, они, помимо того, что дышат легкими, они еще дышат через кожу какой-то процент. Ну, он у всех по-разному, там, иногда больше, иногда меньше, но все равно какую-то часть кислорода они берут через кожу. Поскольку у амниот, благодаря вентиляции, дыхание стало более эффективным, то есть они больше кислорода берут за, скажем, то же самое время, что амфибии, поэтому им, в принципе, кожа не нужна в качестве дыхательной поверхности, а значит кожа не должна быть влажная, то есть кожа у них сухая, это дало еще одно преимущество для того, чтобы жить в сухих условиях, потому что, как вы знаете, в сухих условиях они очень иссушают, то есть там очень сухие, получается, ветер там или воздух, и если кожа будет влажная, организм, она будет, влага будет постоянно испаряться в воздух, и организм будет постоянно терять воду, а воды и так мало, ну, потому что он живет в пустыне, где-нибудь в засушливых местах, а если кожа сухая, получается, вода через кожу не испаряется, и это способствует сохранению воды внутри тела. Теперь давайте поговорим уже конкретно о рептилиях. Рептилии и все следующие группы это амниоты, и, соответственно, рептилиям, как и всем другим, тоже характерны все эти характеристики, о которых мы только что говорили, но если конкретно о рептилиях, кто это? Это ящерицы, это змей, черепахи, крокодилы, и птицы. И вот здесь вот я обращу ваше внимание на то, что если мы будем учить, если вы читаете классические такие традиционные школьные книги, или может быть чуть устаревшие книги, там 10-летней давности, 20-летней давности, а может быть еще старше, то там везде птицы показаны как отдельный класс. То есть есть класс рептилий, класс типа хордовый рептилий, и другой класс типа хордовый это птицы. Но новая классификация, и она уже довольно-таки общепринятая, ну по крайней мере в Америке, в Европе, среди ученых, они все-таки птицы рассматривают как одна из групп внутри рептилий. Почему это происходит? Это происходит, во-первых, по вот этим вот раскопкам по происхождению, то есть когда с помощью расшифровки геномов некоторых видов и с помощью обнаружения каких-то палеонтологических находок, останков, ученые пришли к выводу, что все-таки птицы, они находятся вот в одной группе со всеми остальными, кто здесь перечислен, и поэтому они все являются рептилиями. В этой презентации мы будем как бы говорить о птицах, не делая акцент на том, что это класс или то, что это рептилии, просто имейте ввиду, что как бы ваши учителя или даже там в интернете где-то или в книгах все-таки до сих пор могут писать, что птицы это отдельный класс, потому что информация о том, что их занесли в рептилии, это новая информация, она еще не до всех могла дойти. На коже имеются чешуя у рептилий, состоящая из белка кератина. Белок кератина довольно-таки прочный белок, из него, к примеру, состоят наши ногти и волосы. Кожа защищает кожу от высыхания и стирания. Ну, то есть, чтобы она не стерлась, потому что они могут быстро бегать и, соответственно, трение. Многие откладывают яйца со скорлупой, которая защищает зародыш от высыхания. Ну, вот эта скорлупа, это оболочка, она может быть твердая, как у птиц, если, ну, то есть, это скорлупа или она может быть кожистая, мягкая. Облотворение у всех рептилий наружное. На прошлом уроке мы говорили, что такое наружное облотворение. А, извиняюсь, извиняюсь, это грубая ошибка. Извиняюсь, грубая ошибка. Облотворение внутреннее. Видимо, когда я готовился к уроку, нечаянно внутреннее. Перепутал. Думал о чем-то другом. То есть, облотворение внутреннее все-таки. Не наружное. У всех омнет. Некоторые рептилии, ящерицы, змеи, черепахи являются хладнокровными. То есть, они не используют метаболизм для контроля своей температуры. То есть, температуры тела. Но температура тела у них так или иначе зависит от температуры окружающей среды. Если у них, если, например, температура воздуха холодная, низкая, то и температура тела тоже низкая. Если температура воздуха окружающей среды высокая, то и температура их тела будет тоже высокая. Это, кстати, объясняет, почему эти вот именно группы ящерицы змеи черепахи не живут в холодных районах то есть например в их их вы не найдете в тундре в тайге там где-то на севере россии но очень много и ящери змей черепах обитает в пустынях там в тропических странах потому что всегда тепло они то есть вот эти вот рептилии холоднокровные являются эктотерминами эктотермин и и хладнокровные это не один и тот же термин то есть между ними существует небольшая разница в чем разница холоднокровный термин указывает просто на то что у них температура тела непостоянная она может быть меня она может меняться в зависимости от окружающей среды а термин эктотермин показывает откуда они берут тепло то есть тепло как тепловая энергия в основном они берут не из внутренних реакций не из метаболизма своего тела а используют внешние источники чаще всего конечно это солнце или даже можете единственный источник это солнце то есть ящерицы когда вот наступает утро они еле волоча свое тело еле как выходят на поверхность на камни и греются на солнышке для того чтобы с помощью солнечных лучей немножко поднять температуру своего тела и хотя бы немножко быть более активным активными это называется эктотерминные животные таким лептилиям вот таким лептилиям как ящериц и змей черепахи нужно меньше еды чем лекопитающим такого же размера даже в 10-20 раз меньше еды чем лекопитающим такого же размера поэтому они кушают меньше намного чем мы с вами например например скажем если вот вы собачку или кошку такую небольшую до кормите а каждый день и в день когда же несколько раз то такого же размера какой-нибудь ящерицу или змею или крокодильчика нужно будет кормить намного реже так то есть там я точно не знаю конечно не специалист но раз в неделю может раз в месяц некоторые говорят то что некоторые пили могут полгода один раз покушать то есть сразу много не потом полгода могут вообще ничего не есть такое тоже слышал это потому что у них энергия не уходит на то чтобы поддержать температуру своего тела они используют энергию снаружи то есть от солнца для того чтобы поддержать температуру тела на высоком уровне в отличие от этих животных птицы являются эндотерными и теплокровными животными то есть птицы они потребляют много еды для того чтобы из этой еды производить тепло внутри своего тела и поддерживать температуру своего тела на высоком уровне теперь давайте посмотрим на отдельные группы черепахи в отличие других рептилий в их черепе нет отверстия сзади глазных впадин отсюда мы делаем вывод что у других рептилий эти отверстия есть черепах 351 вид это причем новые данные это по обновленному кэмпу который вышел если не ошибаюсь двадцатом году то есть это вот самые свежие данные имеют черепахи черепахи имеют панцирь который обеспечивает им очень хорошую защиту что дает огромное преимущество перед хищниками панцирь срастается с позвоночником ключицей и ребрами черепахи прячут прячут голову в панцирь при этом шея изгибается буквой с буквой с она изгибается они прячут голову из и своей конечности тоже внутрь панциря некоторые черепахи живут в пустыне адаптированы к очень засушливым условиям а некоторые живут в водной среде некоторые в пресноводных водоемах а некоторые в море есть морские черепахи у которых панцирь стал чуть-чуть мягче то есть не такой тяжелый и конечности превратились в ласта подобные то есть для плавания адаптировались черепахи которые будут в воде несмотря на то что не живут воде у них тем не менее есть легкое легкие как у всех рептили для газообмена и если они долгое время проводят воде они тем не менее некоторые поверхности например в анальном отверстии и если не ошибаюсь в ротовом отверстии приспособились все-таки медленно абсорбировать кислород из воды ну вот здесь показана одна из черепах причем еще надо сказать что самая крупная черепаха которая вообще есть который может достигать если я не ошибаюсь 1000 килограммов массе это как раз таки одна из морских черепах следующая группа но здесь вот так вот есть такая была раньше такая большая группа липидозавры вообще состав рептилий входят не только вот который я перечислил ящерицы змеи крокодилы черепахи птицы конечно там было несколько групп еще который мы знаем как динозавры динозавр когда-то жили и была большая тоже группа динозавров липидозавры из этой группы там было много различных подгрупп они почти все вымерли но остались две в одну из этих групп входит только один вид гаттерия вы сейчас видите на что на своем рисунке это такое небольшое животное 50 сантиметров длиной питается насекомыми маленькими ящерицами яйцами птиц а вторая группа внутри вот этих липидозавров это чешуйчатый по-латински сквамата сквамата и вот это вот наряду с птицами самая большая группа рептилий то есть птицы примерно десять тысяч видов и чешуйчатый тоже примерно десять тысяч видов 10 тысяч 325 сюда относятся ящерицы и змеи ящерицы и змеи это по и по сути одна группа просто змеи это они утратили с со временем эволюции ноги в основном чешуйчатые то небольшие животные такие маленькие но вы знаете ящерицы змеи в змеи принципе даже да есть такие исключения когда не могут быть очень длинные но они тоже в основном не такие уж и большие среди ящериц тоже есть исключение есть варан который живет на острове комодо если я не ошибаюсь это в индонезии они могут достигать полтора два метра в длину и на том острове вараны они до сих пор являются доминант то есть самым то есть находятся наверху пищевой цепи хотя на самом деле во всех остальных обитаниях рептилии уступили давно это место млекопитающим змей имеет урдименты конечностей ну да если посмотрим на скелет змей там будут урдименты конечностей в принципе это говорит о том что когда-то они имели конечности змеи многие или почти все являются плотоядными то есть они питаются животными они ощущают вибрацию почвы почвы то есть у змеи в отличие от других рептилии нету наружных перепонок для того чтобы то есть среднего уха у них нету но тем не менее они очень хорошо чувствуют вибрацию почвы также у них обоняние хорошо развита они могут хорошо чувствовать запахи у некоторых есть термо чувствительные органы которые позволяют им охотиться на небольших теплокровных животных эти термо чувствительные органы такие небольшие точки или ямочки находятся между где-то между глазами и ноздрями некоторые виды являются ядовитыми они впрыскивают яд в жертву через пару передних зубов язык помогает в обонянии когда они высовывать язык на язык оседают молекулы из воздуха потом когда они затаскивают язык эти молекулы соприкасаются с чувствительными клетками которые находятся на них на верхней стороне их ротовой полости то есть в небе и и получается высовывая язык они чувствуют какие были запахи вообще в воздухе то есть какие молекулы присутствуют в воздухе и по ним они могут определить если рядом жертва или нет нижняя челюсть у многих свободно то есть она не является такой про прочно прочно прикреплены к верхней челюсти и поэтому нижняя челюсть когда они глотают крупную пищу она может очень сильно так вниз уходить и они и благодаря этому они могут закладывать очень крупные куски крокодилы теперь переходим крокодилом кстати если у вас есть вопросы пишите в чат а если вы видите наш урок не онлайн можете писать в комментариях вот здесь вопрос есть или это не вопрос давайте почитаем крокодил может прожить без еды полгода пока и дать не пить а змея переваривать еду примерно неделю большое спасибо да ну вот об этом мы говорили теперь давайте как раз таки про о крокодилах поговорим вообще крокодилы крокодили это группа не знают отряд или что это в которую входят крокодилы и аллигаторы вместе я не знаю правильно это или нет но часто такое слышу что крокодила ли от аллигаторов можно отличить ну помимо прочих 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 признаков тем что когда они закрывают рот у аллигатора зубы не видны то есть у них они остаются так как-то внутри а у крокодила они как раз таки видны они вот так вот наружу снаружи торчат вместе в этой группе и крокодилов аллигаторов 24 вида но сравните например с черепахами которые 351 и сравните с рептилиями которых 10425 это говорит о том что в современных условиях для именно рептилий крупный размер это скорее всего недостаток то есть это то что мешает выживанию многие из крокодилов адаптировать к водной среде дышать через ноздри ноздри у большинства видов такие немножко наверх вверх приподнят и чтобы дышать и при этом не высовываться полностью из воды чтобы оставаться незамечен для своей жертвы питаются они чаще всего теми животным которые приходят попить воды к прудам к этим к речкам где крокодилы ждут здесь на рисунке видите большой американский аллигатор ну в принципе вот и все про него и теперь давайте поговорим о птицах теперь мы перейдем к птицам напоминаю что ну вот здесь вот видите различные классификации вот у нас старая классификация которая была принята в двадцатом веке в самом начале 21 века когда у нас млекопитающий был отдельный класс птицы был отдельный класс и все вот эти четыре группы они были отдельный класс рептилии вот черепахи вот эти иконы и ящерицы и змеи и крокодилы аллигаторы существует также несколько других классификаций и сейчас общепринятой является вот этот вот 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 эта классификация конечно есть еще альтернативные другие такие которые общие не являются приняты ему такая вот такая где вот каждому из них дают название класс но мы будем придерживаться вот такой потому что ее придерживаться почему-то в кэмп или наверное есть на это основание то есть в класс рептилии ходят и птицы но как видите в этом уроке я птицы вывел все-таки в другую группу птиц то есть другой раздел птиц около 10 тысяч видов они умеют летать как вы знаете почти все из них то есть многие полет дает большие преимущества какие преимущества дает полет ну во первых разнообразие в питании то есть можно ловить хищников можно быстрее лучше их ловить лучше их обнаруживать потом при преимущество при расселении дает большое опять же убегание от хищников тоже большое преимущество и прочее 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 то есть полет действительно очень хорошая вещь очень такая нужная идем дальше у птиц есть много адаптации к полету вот некоторые из них у них нету мочевого пузыря у них нету одного из двух самок точнее нету одного из двух яичников если не ошибаюсь про кажется правого нету левый есть то есть как видите это все идет для того чтобы сделать тело птицы легче у них маленькие гонады гонады для тех кто не знает это половые органы они маленькие но во время брачных сезонов то есть когда они собираются размножаться эти гонады увеличиваются в размере то есть очень удобно да то есть когда они в принципе особо не нужны они маленькие для того чтобы они не занимали много места и чтобы они не увеличивали массу тела ну что что для того что птица была более легкой у них нету зубов и это считается тоже адаптация к полету потому что в отсутствие зубов голова становится легче у них полые кости полы значить кости у которых внутри пустые пространство пустоты у них также есть крылья конечно же для полета для того чтобы махать крыльями очень хорошо развиты грудные мышцы а также есть такая отросток грудной кости которая называется кель кель это кость которого так вот впереди высовывается вот так и она как бы такой пластинкой тащит вперед вот сюда и к келю прикреплены мышцы которые двигают руками то есть передними конечностями и для того чтобы птица хорошо летала ну и конечно перья перья не только для полета нужны они также выполняют изолирующую функцию сейчас об этом будем более подобно говорить здесь видите перья вот перья имеет имеют такой очень опахала то есть они тоже состоят из кератина перед тоже создать из кератина для того чтобы вы знали внутри крыльев мы видим по костям что это есть и передняя конечность которая модифицировать в крыло и вот здесь вот на этом сумке они видимо хотят нам показать что кости является очень легкими и полами внутри у птиц высокий уровень метаболизма то есть как вы помните они имеются теплокровными эндотермными животными которые вынуждены создавать тепло внутри своего тела они да как искать дотермины перья у них и у некоторых живой слой под кожей позволяет удерживать тепло то есть это тоже адаптация для того чтобы удерживать температуру тела на высоком уровне воздушные мешки и 4 каменное сердце улучшают обмен веществ каким образом воздушные мешки являются такими выростами легких в разных разных пустотах то есть даже некоторые воздушные мешки они могут в костях находиться и таким образом когда они дышат воздух проходит через легкие и идет дальше воздушные мешки а потом обратно проходит через легкие и таким образом они и при вдохе и при выдохе получают кислород из воздуха это огромное преимущество то есть они намного более эффективно извлекают кислород из воздуха при каждом вдохе в отличие от нас мы когда мы вдыхаем вот тогда мы извлекаем кислород из воздуха то есть кислот проходит нашу нашу кровь а когда мы выдыхаем никакой никакой эффективности нет просто углекислогаз выходит наружу и 4 каменное сердце у которой есть у птиц она тоже способствовало тому чтобы круги и кровообращение не смешивались то есть есть круг кровообращение который по которому течет только богатая кислородом кровь есть круг обращение по готовить только бедной кислородом кровь эти две крови не смешиваются и таким образом все органы включая мышцы мозг само сердце и другие важные органы они получают только чистую такую артериальную то есть богатую кислородом кровь что конечно улучшает работоспособность этих клеток то есть клетки получается получать больше кислорода и поэтому лучше работают мозг у птиц развит лучше намного чем у рептилий это связано во первых со зрением потому что те кто летает они обязательно должны иметь хорошее зрение у кого-то зрение она очень очень дальнозоркое у кого-то зрение приспособлено к ночному видению но тем не менее зрение очень хорошее у них и они должны поступающую от глаз информацию очень быстро обрабатывать если они быстро летают поэтому мозг хорошо развит а также мышечный контроль то есть во время полета контролировать мышцы координировать это аэродинамика то есть там хвостовой например скажем отдел он тормозит крылья то есть планировать или вот так вот летать то есть вы знаете например калибри она постоянно взмахивает крыльями для того чтобы оставаться на одном уровне а такие крупные птицы как орлы или ястреба они конечно взмахивают но большую часть времени они способ планируют они просто держат крылья и соответственно как у самолета крылья они их просто несут по воздуху то есть это все для того чтобы это все учитывать для того что это этим всем это все регулировать контролировать нужен хороший головной мозг то есть развитый моржечок нужен развитые коры головного то есть переднего мозга вот эти полушарий кора полушарий и поэтому у них мозг лучше чем у рептилий у многих птиц сложное поведение особенно в брачный сезон а также у многих из них мы наблюдаем инкубацию яиц то есть когда и яйца откладываются эти яйца нужно еще какое-то время удерживать при теплой температуре то есть они так высиживать яйца при этом из яйца вылупляется иногда есть такие птицы которые как называется выводковые есть гнездовые птицы отличается это тем что некоторые птицы когда вылупляются вот эти вот маленькие цыплята идут эти маленькие как сказать птенчики они сразу могут видеть ходить кушать самостоятельно то есть такие уже очень самостоятельные а у некоторых других птиц на особенно у хищников птенцы рождаются немощными не видят не ходят просто лежат и какое-то время еще кормятся от от родителей то есть родители им приносят еду и обеспечивают защищают а сами они выжить не могут давайте посмотрим если вопросы вопросов не вопроса видимо комментарии это крокодилы едят камни это помогает им переварить еду потому что они глотают большие куски и к не помогает держать баланс как у акул говорит у птиц разное чувство обоняния например беркут может видеть пять цветов человек только а человек только 5 ну хорошо то есть 30 ну смотрите насчет того что камней сейчас мы давайте об этом поговорим но хотя давайте сейчас я об этом скажу например некоторые виды птиц не за все или не все но напьет курицы точно у них есть такое что такое такое поведение что они обязательно заглатывают вместе с едой камушки небольшие поскольку их нету зубов камушки в их мускулистом отделе желудка нужны для того чтобы перетирать пищу то есть когда пищу на поступает с помощью этих камушек мышцы сжимаются и они в эту пищу ну очень похоже как вот наши задние зубы дать вот маляры и премаляры перетирают же еду вот таким образом они перетирают эту пищу теперь давайте посмотрим на некоторые виды в нами на некоторые группы птиц например есть нелетающие птицы на пербиски левые понятно что у них нету кили у них нету грудных мышц то есть грудные мышцы у них есть но они намного меньше чем у других птиц сюда относятся страусы киви нанду м и другие есть также пингвины тоже не летающие но у них грудные мышцы хорошо развиты потому что они с помощью них плавают а крылья у них превратились такие на подобие ластов то есть пингвины не летают но они неплохо ходят ну хотят медленно ходит конечно но хорошо при этом плавают все остальные птицы которые летают они их очень много и они варьируют по цвету размером форме клюва форме и размером ног и другим признакам кстати вот форма клюва и форма но когда адаптивных артистик ну принципе как размер цвет тоже то есть по форме клюва можно делать prediction то есть можно предсказывать предполагать какую еду они едят то есть еда маленькая либо твердая либо ее надо так вот раскалывать либо они на берка калибре имеет такой длинный клюв чтобы пить нектар из цветов и тогда и так далее ноги тоже по ногам тоже можно судить о том что они больше бегают или прыгают или они плавают как например утки или лебеди да у них вот между пальцами ног есть перепонки для того чтобы они плавали здесь вы видите некоторые примеры птиц вот калибре кстати о котором я говорил с левой стороны с правой стороны бески левая птица какой-то из страусов может быть энду может быть на ну может быть просто страус здесь вот пингвины плавающие в воде здесь вот фламинго фламинго показано для того чтобы увидеть чтобы показать что его клюв адаптировался отсыживать небольшие такие питательные частицы из воды видите вот он когда опускает клюв в воду он ему так вот отсыживает и как бы что-то наподобие фильтруют короче он вылавливает такие небольшие маленькие живые организмы и ими питается а здесь я показал представителя точно какой именно это вид но это птицы которые относятся к отряду воробьинообразных вот если мы принимаем что птицы это класс то внутри этого класса есть множество отрядов не на 30 или 40 но при этом больше половины всех видов птиц относятся к отряду воробьинообразные этого воробьи вороны сороки и так далее так далее в принципе по птицам у меня все идем дальше следующая группа это млекопитающие то есть млекопитающие это уже точно класс и по старым понятиям и по новым понятиям млекопитающие имеют молочные железы с помощью которых они выкармливают то есть дают своим детенышам молоко молоко это очень важно и очень мощное преимущество для подрастающего поколения то есть с помощью молока они получают необходимый запас белков жиров сахаров витаминов минералов и получается детеныши они с самого начала уже начинают получать все эти вещества в большом то есть в нужном объеме и таким образом развиваются хорошо также млекопитающих есть волосяной покров который вместе с подкожным жировым покров с жировым слоем защищают млекопитающих от перепадов температур то есть от холодных температур а волосяной покров также защищает от потери влаги почки млекопитающих хорошо консервирует воду то есть они когда фильтруют когда они фильтруют кровь они настолько и фильтруют так чтобы ну если это необходимо если животное живет засушенных условиях они оставляют большую часть воды в теле в организме животного а наружу выделяется только ненужные продукты обмена это очень важно потому что некоторые млекопитающие также как и рептилии живут в засушливых условиях у них высокая скорость метаболизма что конечно требует очень эффективной кровеносной системы и очень эффективно дыхательной системы когда все систем у них также состоит из четырех каменного сердца и также у них разделены два круга как кровообращения ну и дыхательная система тоже у них очень эффективная внутренняя поверхность это дыхательная поверхность дыхательной системы она очень высокая у млекопитающих большой головной мозг они хорошо обучаются у них различные зубы то есть разные зубы в отличие от рептилии вот у рептилии все зубы они более-менее одинаковые а у нас ну мы тоже люди являемся одним из видов млекопитающих у нас зубы отличаются есть клыки есть резцы есть маляры при маляры то есть эти зубы они каждый из них выполнять чуть разную функцию то есть какие резцами мы откусываем малярами мы перетираем а у рептилии это все одно и поэтому они не могут перетирать или это менее эффективно у них происходит насчет того что у них они хорошо обучаются здесь важную роль также сыграло то что у многих млекопитающих молодняк то есть молодое поколение первый период своей жизни довольно таки длительный период проводит рядом со взрослыми с матерью и другими взрослыми животными и это позволяет ему у них чему-то научиться классификация млекопитающих вообще класс млекопитающие делится на три группы они называются по разу кто-то называет их под класс тут называет их инфра класс но это не отряд то есть это вот между классами от рядом вот есть такое промежуточный ранг это яйцекладущие яйцекладущие животные сумчатые животные сумчатые и плацентарные плацентарные насколько я понимаю плацентарные это основной под класс млекопитающих сюда относятся большая часть всех видов млекопитающих кажется 90 или даже может больше процентов от всех видов млекопитающих а вот эти два подкласса они маленькую Сумчатые чуть меньше, а яйцекладущие вообще маленькие. И давайте сейчас каждого из них очень коротко и очень быстро посмотрим. Первое звери. Это и есть яйцекладущие, млекопитающие. Они откладывают яйца, понятно, по названию. Сюда относятся один вид утконоса и четыре видна эхидны. Они обитают в Австралии и Новой Гвинеи. Они имеют волосы и производят молоко, но у них нет сосков. Таким образом молоко выделяется и оно стекает по шерсти. Где-то вот в уровне живота самки. А маленький детюнош, он просто из шерсти мамы вылизывает это молоко. Здесь вы видите ехидну и видите яйцо ехидны. То есть получается они яйцекладущие, млекопитающие или первозвери. Следующая группа это сумчатые. Апоссум, кенгуру, куала и много других. У них есть соски. Также у них есть плацента. Плацента это группа тканей, которая передает питатель вещества от матери за родушу. То есть плацента это вот такой вот развитый, одна из внешне мембранных, внешнеебрионных оболочек, которая срастается с тканями матки самки. Вот они срастаются. И там получается кровеносные сосуды за родуша. И кровеносные сосуды матери, они очень близко находятся друг к другу. Но при этом кровь не смешивается. И из-за того, что эти кровеносные сосуды капилляр находятся близко, из крови матери перемещают, то есть в кровь за родуша переходит питатель вещества и кислород. А из крови за родуша в кровь матери переходит углекислый газ и продукты метаболизма, то есть отходы. Таким образом, за родуш, оставаясь внутри матери, получает и питатель вещества, и кислород. И при этом избавляется от ненужных веществ, что позволяет ему развиваться внутри матери. У сумчатых, к сожалению, несмотря на то, что у них есть плацента, плацента разница у них хуже. И поэтому за родуш рождается очень рано. Рождается он недоразвитым. Чаще всего он не может там видеть, ходить, кушать самостоятельно. То есть очень-очень такой недоразвитый. Ему хватает лишь сил для того, чтобы переместиться в сумку матери. И в сумке он, то есть лежа в сумке, он пьет молоко и развивается дальше. То есть развивается до того периода, когда он сам сможет ходить и сам сможет кушать. После рождения он переползает в сумку, в которой он развивается дальше, как мы и сказали. Обитают сумчатые в основном в Австралии, а также есть в Южной Америке и совсем чуть-чуть в Северной Америке. Вот здесь вы видите, кстати, вот этот эмбрион, который перелез в сумку. И видите, в сумке он пьет молоко из соска. То есть у сумчатых у них уже есть соски. Вот он такой маленький. Здесь вы видите несколько примеров. Вот это у нас обыкновенные Билби или Бандикут. А снизу, если я не ошибаюсь, это опоссум. Это кажется опоссум именно в Северной Америке, которая обитает. В общем, это сумчатые. Следующая, третья группа млекопитающих – это плацентарные или еще их называют звери. Плацентарные, у них плацента больше развита, то есть намного более развита, чем у сумчатых. И поэтому у них период беременности длиннее. То есть очень долгое время зародыш находится внутри матери. Он через плаценту питается и развивается со всеми этими органами. И когда он рождается, он уже более намного развит, чем зародыш рожденный, то есть новорожденный у сумчатых. На этом рисунке вы видите некоторые корреляции. То есть существует такая теория, не теория, а на самом деле такая гипотеза, что сумчатые оказались в Австралии. В Австралию при этом не проникли плацентарные. И в Австралии они стали занимать различные ниши, где они могут жить. То есть кто-то на деревьях, кто-то в пустыне прыгает, кто-то в траве ползает, кто-то в землю закапывается. А остальные вот эти плацентарные, которые распространились на Евразии, Африке и Двух Америках, они тоже заняли различные ниши. И поэтому из-за того, что и те, и те, те в Австралии, а эти в основном мире заняли одни и те же ниши, мы можем найти такие похожие друг на друга виды. Вот, например, есть сумчатый крот, который живет в земле, и есть просто крот. То есть крот, который относится к зверям, к плацентарным млекопитающим. По характеристикам, если мы посмотрим, они очень похожи. То есть они оба слепые, у них адаптация к тому, что вот эти передние конечности адаптированы для копания. Но на самом деле они генетически очень далеко друг от друга, то есть находятся к двум разным подклассам. Например, этот крот, он ближе все-таки к всем, кто находится на его стороне, в том числе к вот этим летающей белке, чем к этому кроту. Кстати, летающая белка есть и сумчатая, есть и плацентарная, ну и все остальные, вы видите, здесь тоже аналоги есть. Аналоги. И теперь давайте посмотрим основные отряды и группы вообще млекопитающих, в том числе плацентарных. Ну здесь вот, видите, все млекопитающие, меммлс по-английски, сутку ректалер по-казахски млекопитающие. Вот здесь вот яйцекладущие, сумчатые, это понятно. И теперь плацентарные. Вот у нас группа хоботные. Хоботные сюда относятся два вида слона, это азиатский слон и африканский слон, а также относится к какой-то небольшой тоже животное есть, совсем маленькое. Потом есть отряд сирены, это вот телеровая корова, то есть морская корова. Потом здесь есть группа вот эти вот, называются неполнозубые. Сюда относятся, кстати, ленивец. Отряд грызуны, если я не ошибаюсь, это самый большой по количеству видов отряд. Сюда относятся крысы, мышки, белки, бурундуки, хомячки. Все одни относятся вот сюда. Эта группа называется грызуны. Здесь следующий отряд называется зайцеобразные. Сюда относятся зайцы, кролики и пищухи. Зайцы и грызуны, они раньше были одним отрядом. Однако потом, благодаря нескольким признакам, в том числе и благодаря тому, что у зайцеобразных, у них есть два передних резца и сзади еще два резца, и поэтому их отделили в отдельный отряд. Еще один отряд приматы. Сюда относятся все похожие на обезьян, животные. Это лемуры, орангутанг, шимпанзе, макака. И сюда же относится, кстати, человек. То есть биологический человек является членом вот этого отряда. Есть следующий отряд, который мне очень нравится, называется хищный. Хищный делится на несколько семейств. Там есть семейство псовый или волчий. Ну, конечно, что относятся волк, лиса, собака. Ну, хотя волк и собака, это считается один вид. Там койот, шакалы и прочее, прочее. Ну, вот такие. А потом есть семейство кошачьих, куда относятся. Ну, естественно, все кошки. Там тигр, лев, кошка, рыщь, там прочее, прочее. Есть семейство куни, куда относятся куни, мангуст, там кто еще может быть, не помню. Потом есть семейство медвежьих, куда относятся панда, там гризли, бурый медведь, черный медведь и так далее, и так далее. Ну, в общем, это такая группа хищных называется, отряд хищные. Также есть отряд парнокопытный. Вот это вот парнокопытный, но все относятся, вот видите, свиньи, олени, жирафы, вот эти вот овцы. Есть отряд китообразный, туда относятся киты, дельфины, в том числе кит-косатка, да, дельфин-косатка, точнее. Есть отряд непарнокопытный, сюда относятся зебры, лошади, топиры, носороги. Есть отряд рукокрылые, сюда относятся летучие мыши. Это, если не ошибаюсь, кажется, единственные по-настоящему летающие млекопытающие. И есть отряд насекомоядный. Я не знаю почему, но почему-то считается, что это самый примитивный из плацентальных млекопытающих по каким-то признакам. Сюда относятся крот, ежик и кто-то еще, не помню. Ну, в общем, я вот эти отряды так коротко вам показал, для того, чтобы вы просто знали, какие бывают плацентарные млекопытающие. Если вы хотите более подробно их изучать, есть специальные книги, есть специальные видео, есть специальные сайты, где вы можете ознакомиться с этими отрядами более подробно. Для кого-то, ну, вдруг для кому-то это будет интересно. На этом у меня на сегодня все. Давайте посмотрим, есть ли вопросы. Вопросов так и не появилось. Новых имеется в виду. Спасибо всем за внимание. Всем желаю всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok